Я не часто показываю живые ремонты. Это Asus ZE550KL. Но сегодня охота его показать. Я не знаю, получится или нет. В любом случае ролик выйдет. Поэтому будете смотреть полный, так сказать, или фиаско, или победу. Значит, первое, посмотрим его комбинации. Это плюс и питание. Держим две клавиши. Сейчас расскажу, что с аппаратом. Экран загорелся, режим fast boot. Все, отлично. Значит, нам нужен минус. Значит, что с аппаратом? Аппарат висит на заставке. У него были какие-то проблемы. Я о нем рассказывал в каком-то предыдущем ролике на Unlocker. Ему, короче, сделали сброс, он висит на заставке. Сколько бы ни ждали, он все равно не включается. Хотя до этого аппарат какие-то проблемы с сетью, что ли, имел, но работал. Так, а минусы питания? Держим две клавиши. Ну, давай. Посмотрим, нам рекавери надо. Я знаете, почему хочу попасть в рекавери? Потому что вот когда, ну, вы сейчас увидите, в принципе, все, как телефон, так сказать, анализируется и подбирается в него прошивка. Версия 1.17. Но наверняка сейчас есть что-то посвежее. Сейчас глянем, какой это Android на компьютере. Так, 16-й год, 15, ну, 15 января можно оставить, в принципе, телефон, а самим пойти на компьютер. Посмотрите, как вообще все это выглядит и как мы будем подбирать прошивку. Прошивка Asus не самое легкое дело. Но именно этот Asus, прошу прощения, он будет шиться, скорее всего, не через Asus Force Tool, а попробуем прошить его из рекавери. Если нет, то прошьем через Asus Force Tool из режима Fast Boot, вот как мы первые пробовали, плюс питание. Но такие прошивки есть в полисте любая прошивка. Там есть прошивка любого Asus, и там все это разжевано более детально. А сейчас идем на комп и на компе глянем, что у нас там и как, какие есть прошивки, и подберем под свой аппарат. Начнем, как и говорил, с прошивки из рекавери. Была у меня, блин, флешка нормальная на 8 гигов, с которой все шилось абсолютно. И, короче, поставил в какой-то аппарат и, видать, отдал клиенту. Такая печалька. Здесь я просто взял 2-гиговую флешку, любую чистую, и на нее сейчас запишем прошивку, потому что нам нужна будет именно флешка. Ну и лучше флешка немножко с запасом, то есть гигант 4. Теперь у нас это Asus ZE550KL пробел 4PDA. Так мы ищем тему нашего аппарата на 4PDA. Официальная прошивка раздел, нас это устраивает. Прошивки. Официальная прошивка для установки стокового рекавери. Чудненько. Вот, кстати, тут есть сразу прошивки для Asus for Stone. Но она одна, но она, в принципе, другая, не нужна. Отлично, она достаточно свежая. 2179. Ну, треть от конца, потом два просто вот обновления поставятся и все. Я бы как бы даже через Asus for Stone бы, наверное, лучше прошел. Просто у меня на этом компе что-то не шьется, надо на ноутбуке на соседнем шить. Поэтому снять трудненько будет. А так пойдет. У нас мы оставили телефон. У нас это 11740999. 11740999. Ну, здесь даже такой нет, но это Android 5.0.2. Это вообще не вариант. Тупо качаем последнюю. Скачиваем последнюю прошивку и ее записываем на флешку. Я ее скачал, поставил качаться заранее, чтобы ваше время не тратить. И вот так она выглядит. Копируем ее. Ну, давайте глянем, что внутри, но не распаковывая. Да, все отлично. Папка MetaInv говорит о том, что это под рекавери. Копируем ее на нашу флешку. Сильно не изощряемся. Открывать, распаковывать ничего не надо. Нам просто нужен zip-архив на нормальной флешке. Можно флешку, конечно, и побольше было, потому что 2 гига это совсем впритык. Лучше гига на 4. Но вот, говорю, была на 8, куда-то я ее прощелкал. Итак, пусть у нас копируется. Ни драйвера, нам ничего не нужно. Ну, а пока она копируется, я вам просто, просто покажу, как выглядит Asfus. Кто первый раз с этим делом занят, с этим работает. У меня здесь на этом компе с драйверами какой-то косяк. Он телефон здесь не хочет видеть. На ноутбуке я показывал в полюсе Asus и в полюсе любая прошивка. Вы выбираете здесь свою модель. Кстати, не каждый Forstool видит. У меня KL и ML. ML, здесь даже нет моей модели, как вы видите. Поэтому Asus Forstool нужно взять немножко другой. Это версия 14, это достаточно старая. Сейчас есть, по-моему, 69 или какая-то поновее. Asus Forstool, да, вот 69. То есть вы ее можете поставить спокойно. Она должна быть у меня на файловом хранилище Mega. Кстати, программы, производители Asus. Да, вот она есть, версия 69. Кто не знает про моего файла хранилища Mega, в группе ВК есть в разделе статьи ссылки на все вот эти папки. И драйвера, и программы, и FRP, и все на свете. Да, я складываю все, чем сам пользуюсь. Настраиваете, подключаете в режиме Fast Boot, указываете, что надо стереть данные, указываете вот через эту кнопку путь прошивки, жмете старт. Все. Это вся сервисная прошивка. Но если интересует сервисная прошивка, пользуйте Asus, на канале она должна быть. Asus Forstool я закрою, мне нафиг больше не нужен. Но если сейчас у нас с рекавери ничего не получится, то мы, конечно же, прошьем с ноутбука. Я просто камеру покажу, будет не экран, а просто с руки. Перематываем и идем сразу на телефон. Я извиняюсь, будет шуршать. Компьютер склеивает вам видос, который только что мы вместе с вами записали. Я извиняюсь за общий шум. Какая-то проверка едет, и везде, наконец-то, уборка будет. Итак, я выключил телефон, потому что бывает, что он горячий, он не видит. Зажимаю на нем минусы питания. Держим две клавиши. Загорела заставка Asus. Минус держим. Продолжаем держать. Опускаемся вниз до строчки Apple from SD-карт. Сейчас, кстати, вот момент истины, поможет или не поможет. Нажимаем питание. Чехол, конечно, можно было надеть. Он видит все zip-архивы, которые есть, но у нас он один. И нажимаем питание. Не будет шиться, прошьем через Asus 4, что будет отлично. Прошивка весит дофига, реально. То есть, 1,7 гига. Это минут 10, 12, 15. Он будет прошиваться не меньше после верификации. Поэтому телефон не трогайте. Если вам кажется, что ничего не происходит, происходит. Он может тут какие-то файлы внутрь копировать, какие-то скрипты выполнять, которые нужны для первого или последнего условно отчаящего запуска. А после этого он, либо вы снова окажетесь в рекавери, нужно выбрать первую строчку Reboot System Now, либо сам перезагрузится. Но я рекомендую всегда после таких операций еще вайпдата сделать в рекавери и перезагрузить. И пусть он включается. Короче, ничего не трогаем. Минут на 15 мы его оставляем. Либо до того момента, пока снова окажемся в рекавери, типа error, там что-нибудь невозможно или успешно. Увидели, что установка прервана. Меня, в принципе, это устраивает. Значит, что я еще дальше пробую? Я не сразу кидаюсь прошивать асфорш-то он. Я беру 5.0.2. То есть я беру прошивку 1.17. Вот как здесь видите, 40 у нас 999. Я беру просто чуть-чуть новее. Там же возвращаюсь и где вот мы качали 21.40, я там беру 11.17. Повторяю, тот же самый фокус. То есть есть вероятность, что просто, допустим, конкретно этот аппарат, конкретно эта модель по какой-то причине не получили шестой Android, а остались только на пятом. Поэтому нужно прошить 5.0.2. Но если потом что-то где-то там вылезет у нас в процессе, что бывает, допустим, шестерка, он все равно от обновления нам предложит. Пробуем ход конем. Значит, я взял большую флешку. Хорошую сониковскую флешку. Единственное, что она на 32 гига, она действительно может быть большой. Но нам это нужно с другой целью. Такой большой объем. Я на нее закинул сейчас и 21.40, и 1.17, который был. То есть мы сейчас и ту же самую попробуем, и новее, потому что вдруг дело во флешке. Такое тоже может быть. Так, минусы питания снова, чтобы попасть в рекавери. А и третий архив, который я скинул, это прошивка под Asus for Tool, чтобы можно было пойти на второй ноутбук и уже без экранки прошить Asus for Tool. Так, Apple Update from SD Card. Он видит все три. Мы прошиваем так, вот эту вот, ту же самую. Ждем все той же верификации. Ну, минут 5, наверное, наделалось. Посмотрим, будет прервана или нет загрузка установка. Попробуем 1.17. Если нет, то пойдем, прошлем через AFT. Установка действительно прервана. Я снова перезагружаю рекавери. То есть дело было не во флешке. Можно было попробовать сразу поставить, но если что-то там где-то выполнялось, какой-нибудь скрипт непонятный, то где-то может засесть это в памяти. Поэтому лучше перезагрузить. Все снова Apple from SD. Только теперь выбираем 1.17. Она должна быть или той же, что стоит, или свежее. Откат, по-моему, на этой модели невозможно. Вроде даже напишет, что типа ставите более младшую прошивку. Старшую какую? Да, более младшую прошивку. И не даст от этого сделать. Итак, 1.17. Как вы поняли, по сменившемуся ракурсу это фиаско. Он не шьется. Так может вести себя микросхема памяти, но мы должны все равно попробовать прошить через ASUS Flash Tool. Это ноутбук. Я извиняюсь сразу, что экранки не будет. Но такой ролик я уже записывал. В полиции ASUS, кажется, и в полиции любая прошивка, он должен быть. У меня Flash Tool 41, как вы можете видеть. Но там был в теме аппарата даже 69. Можно смело его стоять. За E550KL выбираем свою модель, ставим вайпдата, указываем путь к прошивке. Она у нас в папке. Так, за E550KL. Не перепутать ничего. Так, подключаем телефон к компьютеру. Мы его подключили, ну, плюсы питания, попали в режим Fast Boot и подключили. То есть подключили его в режиме Fast Boot. Он у нас определился в программе. Серийный номер даже настоящий. Но тут, скорее всего, мы с вами и попрощаемся. То есть мы сейчас нажмем старт, и на этом прошивка наша закончится, скорее всего, потому что сшиться он вряд ли будет. Так, вайпдата окей. Ждем, ничего не трогаем. Внизу там где-то, по-моему, индикатор должен быть. Так, выбранная версия. Типа ниже, что мы понижаем. Мы согласны понизить? Согласны со всеми рисками? Да, я согласен со всеми рисками. Указываем путь просто к ZIP-прошивке. Мы ее не распаковываем никак. Значит, чем чревато понижение? На некоторых аппаратах можно шатать EMEI, ну, модемную часть шатать. Но тут я посмотрел первым делом всю прошивку и увидел, что в прошивке есть открыл просьб архив. Распаковал, увидел, что есть там и файл модема, и всего остального. Поэтому все должно быть ровно. Так же точно мы дожидаемся окончания. Только на этот раз, если тут я ждал с флешки, сейчас вот сколько, 11.09, ждал с флешки, ну, минут, наверное, 20. Я успел целую серию глянуть практически. Вот, поэтому минут 20 я и ждал. И за 20 минут ничего не произошло, а прошиться он должен где-то за минут 10-15. Все, короче, ждем, мы ничего не трогаем. Здесь у нас не будет, по сути, никаких бегунков. Вот это unzip image, это типа распаковка zip-архива, поэтому на диске целого должно быть достаточно свободного места. Но мы ждем, мы ничего не трогаем, и для вас я перемотаю, чтобы ваше время не тратить. А там уже или попрощаемся, или продолжим накатывать вот обновления. Он начал удалять у меня временный файл, который распаковывал. Написано, что прошивка успешна. Я оказываюсь в рекавере. Так, где у нас здесь все прошивки? И это плохая новость, потому что раз я оказался в рекавере, значит, он загрузиться не может. Так, не знаете, что надо? Мне надо обязательно отключить его. Одной рукой не очень удобно. Так, вайп дата. Смотрите, рекавер немножко изменилась. Видать, свежее. Но Android у нас 6.0. Был 5.0. Напоминаю. Так, ребята, кнопку питания нажать. Я сделал ему вайп. Я перевесил камеру опять на штатив. Но даже после сброса настройки ничего нам не помогает. Такая печалька. Попробуем сейчас через рекавере еще раз накатить Deep архив со свежей прошивкой. Ну, As for Stull должен был все... О, пошел включаться. И перезагружается. Дичь какая-то. Возможно, плата на деформацию реагирует всегда на разных этапах. Но в любом случае, я вам обещал показать либо успех, либо фиаско. По крайней мере, полный путь прошивки. Вы знаете, как действовать. Дальше уже какой-то более сложный способ диагностирования. Вплоть до того, чтобы как-то погонять аппарат, разобрать, посмотреть на воду. То есть он до какого-то момента включается. Может, он на деформацию реагирует? Очень странно. Вообще не должен так. Можно даже попробовать еще раз прошить. Можно попробовать Deep архив еще раз накатить. Который свежий 2140 или как он там назывался? Ну, свежий 601. Ну, как правило, все бесполезно. Да, вот он хоп и завис. И проц, и память, может быть, и даже влага на основной плате. Попробуйте более детально уже разобраться. Разобрать аппарат, посмотреть, что у него внутри. Но по прошивке мы все у него сделали. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под роликом. Ссылки на все мои каналы там же. Делитесь этим роликом обязательно. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на канал. До новых встреч!